Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству поэта, журналиста Асатимра Каршуала, состоялся в Центре культуры и искусств имени Кадра Марзалии. Поэт вырос в бывшем Тайпекском районе, а теперь живет и работает в Атрау. Всю свою жизнь он писал о красоте своей родины, ее природе и селе реки Урал. На вечере побывали его земляки, которые разделили радость его творческого успеха. Главным героем встречи стал поэт, получивший высокие оценки своего творчества от старшего поколения. Каждая строчка посвящена любви к родине, воспеванию красоты ее природы. Своё детство и юные годы Асатимир Каршуала провел в родном селе Жаман-Кудук Базаршуланского сельского округа Джаекского района. Несмотря на то, что большую часть своей жизни он живет в Атрау, все свои стихи посвящает именно малой родине. Будучи патриотом своей страны, воспевающим родной язык и культуру, ему удалось написать немало интересных произведений. За это время Асатимир Каршуала выработал свой стиль и стал узнаваемым. Менялись времена, а его поэзия не утратила своей актуальности. Его слог, его мысли близки многим, поэтому творчество любимы земляками. У Асана особенный характер. Он очень прост в общении и много общается с людьми, со своими коллегами, писателями и поэтами. Он очень много читает и говорит о литературе. Его жизнь и искусство похожи. Мне нравятся эти его качества. Несколько лет назад был опубликован первый сборник стихов Асантимира Каршуала, который сразу же нашел отклик у поклонников его творчества. Лирические стихи полюбились молодежи. Сегодня в студенческом театре Мурагир читают его стихи наизусть. Там, где он вырос, жил Асакал Хаттумрат. Этот мудрый человек оказал большое влияние на формирование его личности. Можно сказать, Асан был воспитанным. Асакал советовал ему читать книги. Асан очень талантливый. Он не похож на других. У него есть свой уникальный стиль. Во время творческого вечера представители интеллигенции поздравили земляка и высказали свое мнение о его уникальном самобытном слуге. Во время вечера также были исполнены песни на его стихи. Большое спасибо за вашу поддержку. Всем желаю доброго здоровья и надеюсь на встречу в будущем. А я думаю, что мы обязательно увидимся. Между городами всего 500 километров. Так это будет несложно. В ближайшее время состоится презентация нового сборника стихов. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Алтенбек Кабделов, телеканал «ГЖАИК».